Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Иисус Целитель Со мной в студии есть слушатели, чьи голоса вы сейчас услышите. Вот они. Я знала, что они отреагируют. Мы так рады, что вы к нам присоединились. Мы все здесь, чтобы что-то получить. Слово берет жизнь и ставит ее на правильный курс. Не рады ли вы, что вы можете более точно настроиться на лучшее, что есть у Бога? Для этого мы сегодня и собрались, чтобы принести Слово, изменяющее и преображающее жизнь. Аминь. Иисус Целитель К чему мы стремимся? К преображенной жизни, так? Но преобразуйтесь, как обновлением ума вашего. Люди хотят жить преображенной жизнью, но для этого нужно заняться умственной жизнью. Слово Божье – это мысли Бога. Он предлагает нам свои мысли. И нам хорошо бы их взять. Нам полезно брать Его мысли и делать их своими. Чтобы они управляли не только нашим мышлением, но и тем, как мы говорим, потому что слова связаны с верой. Вы всегда говорите то, во что верите. То, во что вы верите, всегда вытекает наружу через уста. Правильно веря, мы правильно говорим, благодаря правильному мышлению. Более того, мы поступаем правильно, и тогда мы получаем правильные результаты в жизни. Аминь. В качестве основного местописания в этом учении мы используем 2 Тимофею 1.7. Это наша отправная точка. Пожалуйста, возьмите свою Библию, блокнот, ручку или карандаш, и учитесь вместе с нами. И я всегда говорю, что я ожидаю, что Бог скажет вам даже то, чего я не скажу. Он скажет вам конкретно то, что вам нужно услышать. Часто, просто сидя в атмосфере слова, мы слышим Духа Божьего. Итак, мы будем читать вместе, но также записывайте, что Бог говорит лично вам для вашей жизни. Аминь. 2 Тимофею 1.7. Ибо Бог не дал нам Духа страха. Не рады ли вы? Аминь. Но что Он дал нам? Он дал нам силу или власть. Он дал нам любовь. И не просто земную любовь, а Его любовь, Божью любовь. И посмотрите, Он также уже дал нам здравый ум. Вы скажете, ну, пастор Нэнси, я не чувствую, что у меня есть здравый ум. Но вы получили его при рождении свыше. Когда вы родились свыше, жизнь Божья вошла в вас. А здравый ум как раз проистекает из силы этой жизни внутри вас. Аминь. Он часть вашего наследия во Христе. И нам нужно научиться тому, как мыслит здравый ум. Нам нужно знать, что такое правильное мышление. Потому что без слова мы бы даже не знали, что такое правильные мысли. Итак, Бог дал нам здравый ум. А здравый ум нуждается в правильном питании. Чем питается здравый ум? Божьими мыслями, Божьим словом. Аминь. Нам нужно питаться словом, чтобы жить в здравом уме. И мы уже говорили о том, как расширенный перевод Библии описывает здравый ум. Это спокойный, уравновешенный, дисциплинированный ум. Ум, владеющий собой. То есть он не идет, куда заблагорассудится. Вы внимательны к тому, о чем вы думаете. Вы внимательны к тому, над чем вы размышляете. Какие мысли вы вынашиваете. Потому что легко можно прокручивать что-то в своем уме целый день или даже неделю, не осознавая, к чему вы прикасаетесь. Нам нужно осознавать свою роль в защите здравого ума, данного нам во Христе. И в питании здравого мышления, которое мы имеем во Христе. Аминь. Такой ум Бог нам предназначил. Он не предназначил нам измученный, подавленный, беспокойный, затравленный, рассеянный ум. Аминь. Более того, Бог не предназначил нам ум, который ослабевает со временем, теряя память и ясность. Нет, нам принадлежит здоровый ум до конца нашей жизни. Востребуйте это. Не соглашайтесь с тем, что с возрастом приходит забывчивость. Не к здравому уму. Что с возрастом все становится туманным. Не для здравого ума. Аминь. Нам нужно обновлять свой ум. Потому что то, что в этом мире говорят об уме, не относится к нашему уму. Здравость нашего ума проистекает из нашего наследия во Христе. Аминь. И из питания Словом Божьим. Чтобы наслаждаться здравым умом, нам нужно научиться противостоять всему, что угрожает здравости ума. Что ей угрожает? Например, беспокойство. Страх. Это то, о чем Павел писал Тимофею. Дух страха бросает вызов здравому уму. Не позвольте страху взять верх. Не позвольте страху овладеть вашим здравым умом. И научитесь распознавать противостояние в виде неправильного мышления. Научитесь распознавать противостояние здравому уму в виде беспокойных мыслей. Стойте на слове против любых мыслей, которые вредят здравому уму. Послушайте. Враг постоянно пытается внедрить неправильное мышление в нашу умственную жизнь. Почему? Потому что он не может действовать через правильное мышление. Он может действовать только через неправильное мышление. Поэтому он постоянно пытается внедрить неправильные мысли, чтобы получить к нам доступ. Аминь. Так что нам нужно быть внимательными. Аминь. Телеканал ТБН создал новый сервис молитвенной поддержки Это совершенно иной уровень взаимодействия верующих в едином молитвенном служении В специально созданном инструменте в Телеграме, где нет ничего лишнего, что будет отвлекать от молитвы Ты сможешь не только попросить о поддержке, но также стать частью глобального молитвенного движения, молясь за других людей Вместе с тобой молиться за просьбы будут сразу 70 молитвенных групп ТБН из разных церквей по всему лицу земли Ходатайствуй самостоятельно или вместе с церковью Господь обязательно благословит тебя Чтобы воспользоваться новым сервисом, рассказать о своей нужде, засвидетельствовать славу Божью или помолиться за других Переходи по ссылке в описании и следуй инструкциям Давайте откроем Ефесянам 6.10 В Ефесянам 6.10 Павел пишет о том, что нам нужно знать и уметь Ведь, как я уже говорила, чтобы наслаждаться здравым умом, нам нужно уметь отстаивать свою позицию, столкнувшись с противостоянием И один из необходимых нам навыков – это применение победы, которую Иисус нам дал Не завоевание, а применение победы Иисус уже одержал победу, аминь Мы не сражаемся, чтобы одержать победу Иисус победил дьявола, отнял силу у начальств и властей Он уже победил и нам дал привилегию применять ту победу, которую Он одержал для нас И чтобы иметь здравый ум, нам нужно научиться применять свою победу, аминь Чтобы наслаждаться здравым умом, аминь Потому что Бог уже дал его нам, но многие не наслаждаются им, не умея применять свою победу Итак, в Ефесянам 6.10 Павел пишет Наконец, братья мои, посмотрите, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его Давайте задержимся на этом стихе Я могла бы читать дальше, и мы так и сделаем, возможно, даже в этом эпизоде Но он говорит, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его Заметьте, он не говорит вам быть сильными самим по себе Мы родились свыше не для того, чтобы рассчитывать на себя В этом и заключалась наша проблема до рождения свыше Мы полагались на себя, и в результате нам понадобился Спаситель Вот к чему это нас привело Небесам пришлось нас спасать Так что суть не в том, чтобы быть сильными самим по себе, аминь Не в том, чтобы просто как-то справляться с мыслями А в том, чтобы быть сильными в Господе Как? Быть сильными в том, как Он мыслит, аминь Сильными в Слове Нам сказано укрепляться Господом, то есть не самим быть сильными, а быть сильными в Господе И вы можете спросить, пастор Нэнси, как укрепляться Господом? Что это значит быть сильными в Господе? Ну, Бог и Его Слово едины Так что быть сильными в Господе значит быть сильными в Слове. Знать, что говорит Слово. Прививать себе Слово. Что делать, чтобы Слово пребывало в вас? Размышляйте над Ним. Глубоко вникайте в Него. Проговаривайте Его себе. Многие не готовы в этом признаться, но все разговаривают с собой. Внутренне говорят сами с собой. Даже не произнося этого вслух, люди мысленно разговаривают с собой. Заведите привычку думать мысли Слова. Аминь. Размышлять. Размышлять над Словом. То есть думать о том, что Господь говорит в Своем Слове. Рассуждать об этом про Себя. И рассматривать со всех сторон, как победа раскрывается в каком-то месте Писания. Папа Хэгген использовал следующую аналогию. Служитель, проповедник, учитель может преподать вам определенную истину, словно поднимаясь по одному склону горы. А потом вы слышите проповедь другого человека на эту же тему, но он восходит на эту гору уже по другому склону. И вы видите ту же истину с разных сторон. Какой взгляд правильный? Все. Все зависит от того, с какой стороны вы смотрите. Размышлять над Словом – это со всех сторон рассматривать истину, содержащуюся в каком-то месте Писания. Не думать однобока, а позволить Духу Божьему научить вас всем сторонам этой истины. Аминь. Чтобы вы увидели ее больше, чем в одном измерении. Аминь. Итак, Бог и Его Слово едины. И Павел говорит, укрепляйтесь в Господе. А быть сильным в Господе значит быть сильным в Слове. Вы не можете быть сильны в Слове, если Слово не укоренилось в вас. Аминь. Дело не только в знании Слова и заучивании его наизусть. Заучивание касается ума, а размышление вкладывает Слово в Дух. Нужно размышлять над Словом, чтобы оно укоренилось и привилось в вашем Духе. Некоторым трудно поставить Слово на первое место, потому что в их собственном мышлении Слово для них нереально. Они верят, что это Слово Божье. Они почитают его, но оно не кажется им реальным в их собственной жизни. А именно размышления позволяют вложить Слово в себя и поместить себя в Слово. Сделать Слово своим. Стать единым со Словом в своем мышлении. Аминь. Позвольте вам сказать, невозможно использовать то, что вам не принадлежит. Многие пытаются исповедовать Слово, не потратив время на то, чтобы вложить это Слово в себя. А потом говорят, вот видите, это исповедание не работает. Работает, когда Слово привито. Когда Слово становится для вас живым. Помните, в 15 главе Иоанна Иисус сказал, «Если прибудете во Мне, и Слова Мои в вас прибудут». «Прибудут» – значит, будут жить в вас, а не просто посетят вас. Многие периодически посещают Слово и пытаются использовать, исповедовать его, основываясь на таких посещениях. Но нужно не посещение, а пребывание. Когда Слову дано первое место в вашей умственной жизни и в ваших поступках. Аминь. И первое место в ваших словах. Аллилуйя. Итак, быть сильными в Господе – значит быть сильными в Слове. Теперь давайте откроем Колоссянам 3.16, чтобы получить еще большую ясность и инструкции, которые нам помогут. Колоссянам 3.16. Павел пишет, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». Обратите внимание на слово «обильно» – это мера. То есть, Слово может вселиться в вас в более или менее обильной мере. И посмотрите, «Слово Христово да вселяется». Вселяется, то есть делает вас своим постоянным местом жительства, а значит является управляющей силой в вашей жизни. Итак, «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью». Позаботьтесь о том, чтобы Слово вселялось в вас с мудростью. То есть, вы принимали Слово, исходя не из своих пониманий, а из мудрости Божьей, чтобы у вас было трезвое, правильное понимание Слова. Аминь. А не просто религиозный взгляд на Слово. Нужна мудрость от Бога, чтобы понимать истины Слова. Прислушайтесь еще раз. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Если Слово может обитать в нас обильно, оно может и не обитать в нас обильно. В английском переводе сказано «позвольте Слову вселиться». То есть, не Богу, а вам нужно позволить Слову вселиться. Как? Через внимание, которое вы уделяете Слову. Аминь. Питайтесь Словом, чтобы в вас обитала обильная мера Слова. Обильная мера означает, что вы полны Слова. А чем вы наполнены, то и движет вами. Помните, в Слове написано, как Иисус, видя толпы больных людей, был движим состраданием и исцелил их. Видите? Им двигало то, чем Он был наполнен. Он был полон сострадания. И это сострадание побудило его что-то сделать. Когда вы полны Слова, оно движет вами. Аминь. Вот почему Павел наставляет нас в Колоссянам. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Потому что, когда вы полны Слова, вами движет Слово, а не обстоятельства. Слово, а не чувства. Слово, а не эмоции. Слово, а не то, что вы видите. Слово, а не то, что кто-то пытается вам внушить. Слово движет вами, а не то, чем угрожает вам враг. Ваша безопасность в полноте. Когда вы не до конца наполнены, есть место для чего-то помимо Слова. Когда вы полны Слова, нет места для сомнений. Когда вы полны Слова, нет места для беспокойства. Когда вы полны Слова, нет места для страха. Аминь. Так что это мера безопасности. Наполняться Словом, позволяя Ему вселяться в вас. Аминь. Питаясь им, говоря его, размышляя над ним и выполняя его. Если бы вы пришли ко мне домой, то сразу бы поняли, что здешняя хозяйка не особо много готовит. Как бы вы это поняли, заглянув в мою кладовку и в холодильник. Но если бы настоящий шеф-повар пришел ко мне, какие-то продукты он бы нашел. И действительно, хороший повар может взять немногое и сотворить что-то впечатляющее. Дайте ему самые простые продукты, и он сможет приготовить что-то изумительное. Так что вы скажете, «Вот это да! Как вам это удалось? Вы просто волшебник на кухне». Так же и Дух Святой. Он божественный учитель. Божественный помощник. И если вы дадите ему даже немного слова, я гарантирую, он сотворит нечто потрясающее из этого немногого, благодаря его совершенству, его божественной способности. Он будет верен в том немногом, что вы ему дали, потому что он может работать только с тем, что вы ему даете. В вашей жизни он работает с той мерой слова, которая внутри вас. Но если вы предоставите ему более обильную меру, если я до отказа заполню свою кладовку, забью свой холодильник всем необходимым для приготовления многих изысканных ужинов, шеф-повар будет в полном восторге. «О, теперь у меня много вариантов! Я смогу долго кормить тебя по-королевски». Почему? Потому что мои полки хорошо укомплектованы. Вот о чем нам говорит Павел. Заполните полки вашего духа, вашей жизни, вашего ума обильной мерой слова. И тогда Дух Святой сможет накрыть вам богатый стол. Слово введет вас в поток изобилия. Аминь. Которое невозможно пережить, предоставляя Богу мало материала для работы. Мы думаем, «Почему бы Богу не дать мне все? Он же всемогущ!» Но Он работает с тем, что внутри вас. Аминь. То, что в вас определяет, сколько у Него материала для работы. Если вы предоставляете Ему неправильные мысли, Он не может с ними работать. Но если ваш ум полон правильных мыслей, «А, вы начнете разбивать ограничения, перебегать через препятствия, благодаря правильному мышлению, потому что вы дали Богу много слова для работы. Аминь». Вы дали Духу Святому с чем работать. Ведь Дух Святой работает только со словом. Понимаете? Он не работает просто с эмоциями и чувствами. Он работает со словом. Вот что Его интересует. Аминь. И поскольку Он заинтересован в слове, Он заинтересован в том, чтобы вы вложили слово в себя, чтобы вы могли пережить все, что обеспечено для вас в слове. Аминь. Итак, мы читали в Ефесянам 6.10. «Братья мои, укрепляйтесь Господом». И это значит «будьте полны слова». Аминь. Аллилуйя. И сказав нам «укрепляться» или «быть сильными в Господе», Павел дальше говорит нам «укрепляться чем-то еще». Могуществом силы Его. Вы спросите, что значит «укрепляться могуществом силы Его»? Ну, могущество силы Его – это Дух Святой. Так что укрепляться могуществом силы Его – это быть полными Духа Святого. Это один из способов укрепляться могуществом силы Его. Так что же имеет в виду Павел, говоря «укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его»? «Будьте полны слова и будьте полны духа». Вот так. Все понятно. Аминь. «Будучи полны слова и полны духа, вы сможете смело и непоколебимо противостоять врагу, пытающемуся украсть у вас здравый ум или как-то повлиять на него. Аминь». Многим людям трудно отстаивать свою позицию именно потому, что они пытаются это делать, будучи не до конца наполненными. «Полнота непоколебима». Безопасность заключается в том, чтобы быть полными слова и полными духа. Вы спросите, «Пастор Нэнси, как мне стать полным духа?» Я рада, что вы спросили. Поехали. Деяние 2 глава с 1 стиха. Деяние 2.1. Откройте со мной, если хотите. Начнем читать с самого начала главы. «При наступлении Дня Пятидесятницы...» Что такое День Пятидесятницы? Я выросла в деноминационной церкви, и мы никогда не слышали таких терминов. Я долго не могла понять, что такое День Пятидесятницы. Это день, когда Дух Святой сошел, чтобы обитать на земле, в церкви. Аминь. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они, 120 учеников, были единодушно вместе. Они находились в горнице. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И наполнил весь дом». Посмотрите на это слово «наполнил». Наполнил весь дом, где они находились. Послушайте, когда Дух Святой приходит, пустоты не остается. Здоровье не остается пустым. Финансы не остаются пустыми. Аминь. «И наполнил весь дом, где они находились. И явились им». Они это увидели. «Разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному на каждом из них». И посмотрите на 4 стих. «И исполнились все Духа Святого». Помните, что говорил Павел? «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Или «будьте наполнены Духом Святым, потому что Он и есть могущество силы Его». И здесь сказано, что они все исполнились Духа Святого. Что же произошло, когда они наполнились? И из-за того, что они наполнились, они начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Нам обязательно нужно исполняться Духом Святым. И свидетельством наполнения, как и у них будет говорение на иных языках, как Дух дает провещевать. Это не были выученные иностранные языки. Это был Божественный язык, Божья речь, Божий язык. Дух Святой, который был внутри них, давал им слова. А они их произносили. Аминь. Теперь давайте откроем Деяние 4.31. 4.31. В числе тех, о ком мы прочитаем в 4 главе, были и люди, присутствовавшие в день Пятидесятницы. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны. И те же люди, что и в день Пятидесятницы, исполнились все Духа Святого и говорили Слово Божье с дерзновением. Обратите внимание, они снова наполнились. Мы видим последующие наполнения. Наполнившись Духа Святого, продолжайте наполняться. Продолжайте наполняться. Каждый день можно все больше наполняться. Итак, Павел сказал, «Братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Наполняйтесь Словом, наполняйтесь Духом Святым. Каждый день заботитесь о том, чтобы быть полными Святого Духа. Суть не в поддержании вчерашней наполненности, а в постоянном свежем наполнении. Как это делать? Так же, как они, говорить на иных языках. Уделяйте время тому, чтобы каждый день говорить на иных языках. И вы будете полны силы, полны Святого Духа. Мы продолжим говорить об этом. Если вы хотите узнать побольше, присоединяйтесь к нам в следующий раз. Мы так рады, что все это позволяет нам пребывать в здравом уме, помогая нам быть сильными пред лицом противостояния. Аминь. Дорогие друзья, Телеканал ТБН осуществляет свое вещание по всему лицу Земли, достигая 186 стран мира. И каждый человек, кто слышит нас, получает ободрение, вдохновение, поддержку. Мы получаем тысячи и сотни тысяч ответов, откликов, свидетельств об измененных жизнях. У вас есть возможность стать партнером в этом глобальном служении. Переходите, пожалуйста, по ссылке ниже, и вы узнаете, как поддержать это служение буквально за несколько минут. Будьте частью этого большого движения, благословения людей, расширения Царства Божьего. Продолжение следует... Продолжение следует...